В теннисе истина и рассудок победили, однако и этого оказалось недостаточно, чтобы сборной Беларуси вернули по праву в кубок Дэвиса и кубок Билли Джин Кинг. 5 марта глава теннисной федерации Сергей Рутенко собрал пресс-конференцию, где рассказал непостижимые для здравого ума вещи. Сергей Рутенко по традиции располагал к себе, едва зайдя в зал, где его уже ждали журналисты. Но когда начинается решение серьезных вопросов, то руководитель спортивной структуры начинает говорить детально и внимательно каждому слову, ведь сил для восстановления справедливости было отдано немало. После 2020 года на белорусский спорт началось давление, мол, у нас небезопасные, якобы эксперты ссылались просто на тексты в сети. Далее в конце 2021 года Рутенко общался лично с главой ITF, предложил провести турнир у нас, но там вновь отказали. А начало специальной военной операции позволило руководству мировой теннисной организации отстранить вообще сборные от соревнований. Там не скрывали свою радость. Тут же руководитель Белорусской теннисной федерации Сергей Рутенко и опытные юристы взялись отстаивать свои права. И это сделать удалось совершенно по всем пунктам, но в спортивном арбитражном суде Международной теннисной федерации ответ один – это другое. Отмечу, что стоит отдать должное председателю Белорусской теннисной федерации Сергею Алексеевичу Рутенко. Они долго, скрупулезно и с юридической точки зрения подходили к вопросу отстранения. И сделали действительно все. А вот нам удалось пообщаться с руководителем теннисной федерации лично. Мы понимали перед началом слушания, что у нас шансов мало. Мы понимали, что здесь чистая политика и политически мотивирующая составляющая. Мы понимали с каждым откладыванием принятия решения, а было их всего семь, как я уже сказал сегодня, что они не знают, за что это притянуть, под какой пункт и параграф. Все это мы прекрасно понимали. Здесь суть заключалась в том, что мы не даем в обиду своих спортсменов, мы им будем как минимум трепать нервы, отстаивая свои права. Это раз. А второе, я об этом говорил на международной конференции, сегодня тоже я об этом вкратце сказал, но они, видать, меня не услышали как раз-таки в рамках, наверное, о том, что вот этого их поведения и отношения к нам. А что там эти белорусы сделают? На сегодняшний день, тогда, когда было рассмотрение, я их предупреждал, что, к сожалению, и в будущем будут военные конфликты, и это послужит, наша ситуация послужит перецидентом. В принципе, на сегодняшний день так и получилось. Конфликт Палестины и Израиля, как раз, как вы знаете, много стран требовало отстранения израильских спортсменов. И тогда МОК сказал, что израильские спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства. Когда им задан был вопрос, почему белорусы с россиянами несут, они сказали, что это другое. Так вот, теперь вот это дело, оно как раз будет таким судебным прецедентом для действия в международных организациях тех стран, которые отстаивают позицию Палестины. Поэтому вот пусть теперь с этим делом они сейчас что-то думают. Это мир так вот поменялся, что невозможно доказать свою правоту, потому что вы эти аргументы привозите абсолютно логичные, законные и понятные для обывателя, да? Но там все равно не слышат. То есть какой тогда вот смысл объяснить зрителю все равно продолжать сражаться здесь? Ну, я с удовольствием объясню зрителю. Я когда выступал за сборную, в случае какого-то нечестного судейства, ну так, мы же все равно между собой все общаемся, и после игр там, как говорится, за кулисами. Я вот с судьями разговариваю, говорю, ну, слушай, почему вот в одну сторону свистят? Он говорит, и причем против любой страны, не таких каких-то грантов в гонболе, как Франция, Дания, там, против Румын, когда мы играли, или там против поляков. Они говорят, слушай, вот мы сейчас свистнем в их сторону, и это они нас заманают всякими жалобами и бумажками. А белорусы всегда молчат. Ну, не хочу. Вот я как бывший спортсмен, честно, я считаю, что я не имею права молчать. Надоело это наплевательское отношение к нам, сколько можно. И самое интересное, что я об этом часто говорил в своих интервью, но всегда меня причисляли к пропагандистам, там, еще вот он там рассказывает. Я из-за этого и вернулся на родину, и здесь живу. Каким вы видите развитие здесь событий? Пока видите, куда вы не стучитесь, получается, несмотря на нашу правоту, прогресса якобы и нет. Что будет дальше? Слушайте, они с нами хоть сейчас начали какую-то переписку. Они до этого с нами не общались, и даже нам не давали ни информации, ни обвинительной части, вот в чем они нас обвиняли. Тут хоть какая-то переписка с ними началась. Она достаточно жесткая, но она есть. Лично меня, это уже для меня лично говорит о том, что мы на сегодняшний день их расшевелили. У нас есть еще следующие шаги, о которых мы их предупреждали. Мы требуем все равно, несмотря на принятие такого решения. Каждый сказал, что это их внутреннее решение. То есть, соответственно, они могут это сделать. Вот мы и говорим. Мы начнем соблюдать устав, конфиденциальность и все остальное, после того, как вы нас восстановите. Пока вы нас не восстановите, мы будем принимать очень активное участие в этой международной всем процессе, с предоставлением фактов, материалов и так далее. Пусть сейчас решают. Заткнуть они нас точно не смогут. Даже я рассматриваю любые варианты в отношении себя. Меня это не остановит. Они меня пытаются запугать судами, еще чем-то. Но я точно не остановлюсь. Буду отстаивать, как я уже сказал, честь страны и права наших спортсменов.